Блин, мне так уже не терпится познакомиться с нашими новыми одноклассниками. Да, мне тоже. Я слышала от родителей, что у нас в классе будет учиться мальчик Вундеркинд. Он перескочил на... Вот и я, кстати. ...два класса вперёд, закончил все классы с максимальным баллом, и его уже приглашают в США на бесплатное обучение. Вау, ну это, конечно, круто. А не знаешь, может быть, у нас будут учиться какие-то дети знаменитостей или инстаблогеры? Да нет, больше не знаю. Пиздец, а чё, реально чё такое может быть? Ну, как бы, много же всяких там тиктокеров, да, знаменитых вот этих школьников. И так-то, если посмотреть, кому-то, может быть, и повезло, у кого-то в классе есть популярный блогер, инстаблогер, тикток-блогер, да или просто видеоблогер. Ну, думаю, что такие точно будут. Если честно, я даже немного волнуюсь. Почему? Ну как почему? Новая школа, новые учителя, новые предметы. Ну, это да. Радует только то, что эта школа совсем новая, и не одни мы будем тут новенькими. Потому что у меня уже есть опыт быть новенькой. И вообще, тут вся школа как в первый класс идёт. Кстати, ты знала, что тут есть много дополнительных занятий и курсов? В том числе и по видеоблогерству? Сука. Недолго ещё идти бы? Да. Может, тебя возьмёт учительница? О, по видеоблогерству. Блядь, у кого-то ещё есть канал с полтора миллионной аудиторией. Да, у меня как раз именно столько. Ну да, активных всего лишь от силы сто тысяч. Но, в любом случае, что-то да есть. Да. Могу уроки стримерства подавать. Ну да, представь. Добрый день, класс. Меня зовут Михайлова Елизавета Викторовна Найс. И сегодня я вас научу, как правильно пранковать маму. Ты знаешь, я бы точно бы на такие курсы пошла. С дороги, Соба. Воу, 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 воу. Вы очень будете летать в своих мечтах. Чего? Ты вообще кто такая? Нет, кто я такая, ты узнаешь чуть позже. А сейчас я советую вам обоим закрыть свой. Доброе утро. Уроки начинаются через пять минут. А вы ещё кто такой? А чё сейчас реально такие вот школьники, там школьницы? И вообще в школе всё так происходит, да? То есть идут девушки. Ээ, слышь, вы чё? Учитель подходит, у вас в уроке? А, ты чё вообще, ты кто такой, а? Ты чё сюда пришёл? Иди отсюда, блядь. Вы чё вообще толкаетесь? А ну нахуй, за километр обходи меня. Ты знаешь кто? Я Лиза Найс. Что за себя за бред? Меня зовут Александр Валерьевич. За пафос. Я директор школы, в которой вам предстоит учиться. Извините, я не знала, что вы директор. То есть нормально, да? Слышь, блядь, ты чё бекуешь? Ты кто такой, а? Я директор. А, ой, ой, простите. Я ничего не знала. Ничего, ничего. Нынешнее молодое поколение настолько загружено этими своими гаджетами, интернетом, что вы даже представления не имеете о рамках приличия и телературе. В чём тут гаджеты и всё прочее, когда речь вообще о другом начиналась. Я за директор школы, чтобы вы понимали. То есть вместо того, чтобы, наоборот, топить за технологии, за будущее, за развитие. О, ясно, блядь, гаджеты, значит, да? Ну всё, сейчас, короче, всё, запрещаю, блядь. В школу с телефоном нельзя с ноутбуком, нельзя вот это, нельзя, короче. Берём палки в руки, нахуй, начинаем копать яму. Сейчас, да. В обратном отношении. И не важно, кто перед вами стоит. Директор или простой уборщик. Человек, прежде всего, человек. Понимаете? Ну ничего. Нашим главным заданием будет вам всем привить эти качества. Так что давайте, девушки. Какие качества? Не опаздывайте на урок. Это что только что было? А что это за школа? Там флаг Америки висит. Вроде какого-то чувака в Америку приглашают, а там уже флаг Америки. Я не имею понятия, что... А, и Германия, да, и флаг, и немецкий флаг. И американский флаг. Это только что было, но мне кажется, нас ждёт такой учебный год, который мы даже представить себе не могли. Чё? Интересно, школа выходит. Я себе школа, там даже дракон на крыше. А чего там обучают? И там ещё школьный автобус, походу, вон стоит справа. Ну, видали, как в Америке? Я, кстати, их там видел. Они, правда, такие же, как в фильмах. Либо, а можно погромче? А, всё? Ну ладно. Что? Московская гимназия. Что? Там такой автобус. Они... Чё за... Что происходит? Школа на... Где? Они чё, реально спёрли автобус? Как в Америке? Школа на... ВДНГ? Это Украина? Реально. Мидгард школ. Сучасно загадлено свитно школа. Ещё раз шёвано на территории низнейшего экспоцентру в свите. Вздяки новому подходу. До... Чего? А можно по-русски, пожалуйста? Конный клуб? У них реально свой автобус. Блядь, так это ж круто. Стоимость обучения. Стоимость обучения в первом классе... 190 тысяч. Полмиллиона рублей? Подожди. В год? А, да. За год полляма почти надо отвалить, чтобы в итоге там учиться. Нормально. Если в школе обучается двое или более детей из одной семьи, на обучение второго ребёнка предоставляется скидка 10%? То есть это ещё и на каждого ребёнка по полляма, что ли? 40 тысяч в месяц. Вау-вау-вау, вот это патус, конечно. Ого-го-го. Оха-ха-ха. Автобус вроде американский, а водитель, бл... Чисто в вася такой сидит. Оха-ха-ха. Блє какой Блє Ну посмотрите на этих школьников Я вспоминаю свой, свой класс Пацаны все лысые Девки тоже там кое-как Даже краситься не умеют А тут все такие мадные С прическами такие Оля Какая Хуй, мать О, 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 о Это реклама школы или что? Я не понимаю Ебать, как будто в армию привезли Строй за нахуй В шаренков стали Или в тюрьму, да Там то же самое Шаренку В такой школе Чтобы, блядь, хорошую оценку получить Там надо с директором в шаренку ему Просто игнорирует Чувствую себя какой-то дурой перед ней Которая постоянно навязывается Он опять отменил свидание? Да, это уже Какой свидание? Ладно, окей Сейчас другое время Я дед Я дед Просто я этого не понимаю Я когда в школе учился У меня не было ни свиданий У моих одноклассников тоже Никто из нас Вообще никогда не ходил на свидания Сколько помню Все учебное время Какие нахуй свидания? Алло Мы, блин, в школе Мы школьники А тут Как не посмотришь эти видосы про школы Везде вот это вот Любовь, свидание Он меня не поцеловал А я его там это Еще раз в пятый за последнее время Еще и пятый раз То встреча с друзьями То он устал Ну Нормальный пацан Тренируется С друзьями гуляет Там, не знаю Работает А тебе лишь бы До свидания сходить Цветочки, блядь В кино У него постоянно что-то Но не я Понимаешь? Ну и слава богу Мужик нормальный Умный человек Боже, почему вообще Постоянно о нем думаю? Да перестань Может у него и правда не получается Да все у него получается А сегодня что? Собираетесь встретиться? Надеюсь Он написал вчера Что давай мы завтра сходим в кино А сегодня от него тишина А я первая ему не собираюсь писать Ого Ну вот оно как значит Сам знает, как долго я ждала выхода этого фильма Это правильно Жокер? Пойдем на урок А то в первый день лучше не опаздывать Согласна, погнали Не, ну он мужик Он же мужик Он должен Че-то я буду первое писать А? Это че училка? Ебать! Сори за мат, конечно Это Это такая училка, что ли? Слова Украине Е-мое Воу, воу, воу Класс, садимся Да она не про вас Она имела ввиду другое Конечно тут Как такое Усядешь там у себя Когда А школик так смотри Типа Вообще поебайно Ну а каждый день Так их видит в этой школе О, очередная училка Да У нас просто в школе Учительницы-то были Ну какие Ну Ну такие вот Ну типа Ну да уже там В возрасте Там пожилые Такие Причем Большинство Ну почти все Они были такие Полненькие такие Ух И злые Будем знакомиться Меня зовут Анастасия Алексеевна Я ваш ко Классный руководитель Да И преподаватель По английскому языку Вот это да Я так понимаю Ты у нас свистул Как же тебя зовут Это он так Да у него же даже рот Блядь Посмотрите Вот это монтаж Обратите внимание Сейчас на пацана Который якобы свистнул Во время свиста И преподаватель по английскому Вон сидит, сейчас он должен свистнуть, смотрите Вот оно, да? Вот это он, да? Получается Он, наверное, с задницы свистнул Я так понимаю, ты у нас свистул Как же тебя зовут? А че еще? Так, стоп, стоп, стоп Я все, я не ставлю на паузу, просто кринжи И я не могу, так все Сейчас, тихо, тихо А че еще? Представляться нужно? Во, во Ну уж, будь добр Раз проявил инициативу Заодно я весь класс Плюс секс Потом мы все друг с другом разнакомимся Ну, давай, начинай Да он только свистеть умеет Сразу видно, кроме свиста Че он умеет? А че там Галкин забыл? Ни на что не способен Со словами полегче, а то сейчас как сотрясу Во Во Опа Сотрясу? Да-да, я такие как ты, Трясунов, шо я только так гонял. Вообще, нормально он его делал. А ну успокоились оба, вы находитесь в элитной школе, а ведете себя как какая-то шпана. Ты следующий на очереди. Блядь, а в элитных школах че, реально все такие? Я думал-то в обычных школах такие школьники. Нет, это элитная школа, где богатые. Мы тебя внимательно слушаем. Интересно, они когда в эту школу приходят устраиваться, по документам так и написано, элит скул, да? Ладно, меня зовут Вадим. В старой школе было все норм, учился как и все. Было много друзей. Короче, все как и все. А эмоции-то какие, боже, мне вообще супер. Я когда-то стримы с таким же лицом, с такими же эмоциями делал. Первое время, когда только лицо показал. Ну, уже хоть что-то. Итак, следующего нашего выступающего зовут... Алексей, учусь... Опа. Нормально. Учусь хорошо, дисциплину не нарушаю. Ну, после школы все было отлично. Ну, правда, у меня лошадь шел, но все было хорошо. И с училками я не заигрываю. Это важно за... Чего-то странно, он говорит на украинском или у него какие-то дефекты в речи? Ну, я ничего такого не имел в виду. Без негатива я имею в виду. Он слова проглатывает. Окончание. Сука. Запомните. Так, понятно. Что ж, уважаемые ученики 9-го А-класса. Наш учебный год мы с вами можем начать как очень хорошо, так и очень плохо. Конечно, в первую очередь все зависит от вас. Поэтому мне очень хотелось бы начать наше с вами знакомство еще раз с более дружелюбной ноты. Ну что, поехали по списку? Слушай, а ты действительно такой умный, как говорят? Да нет, просто у меня хорошая память, и я быстро решаю математические задачи. Правда? И сколько будет 3645 умножить на 1371? Будет... 24253,855. 4997,855. 4997,855. Ну, примерно, да. 592. Да. Ого! Столько надо отбашлять за... То, чтобы закончить эту школу. Как это у тебя получается? Я просто научился быстро считать. Что еще умеешь? Еще я люблю играть на фортепиано и сочинять стихи. Ух ты! А зачитай какой-нибудь стих. Да, зачитай. Это капец как интересно. Вы уверены? Уверены, уверены. Не отстанем от тебя, пока ты не прочитаешь какой-то свой стих. Ну, ладно. Только один и короткий. Да, да, давай уже. Вы мне всю душу истерзали. Все я не тот и вы не та. Меня вы вечно осуждали. И взгляд... Осуждаем. ...свой прятали всегда. Но вот теперь я вас забыл. А вы стучите без конца. Когда-то я вас полюбил. Теперь к другой лежит душа. Когда ты это написал? Так, ребят. По-любому он нихуя не писал. Это где-то с интернета скачано. Вот. Да не помню уже. Загуглите. Лет в 10, наверное. Это реально вундеркинд. А вы сколько лет научился писать, читать, играть на фортепиано? Да. Нам очень интересно, кстати. А вот. Все понятно. Пацана плюс секс. Со всем классом. Мое уважение. Охуист. Здорово. Спасибо тебе. Слушай, вот эта девочка, которая нам нахамила, она какая-то странная. Ты заметила, она даже не представилась. Да. И повезло же нам в одном классе с ней оказаться. Закон Мерфи. Кого? По-другому закон подлости. Это когда все складывается ровно так, как ты хотела, но наоборот. Я знаю, что такое закон подлости. Тоже мне. А может подойдем к ней и попробуем поговорить? Все-таки как-то она некрасиво себя выглядит. Учитывая, что они в Украине, она ей сказала. Кофе? Ну, в принципе, можем. Но чует на сердце то, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она все еще страдает, что и мальчик в кино свадил. Вот обещала жокера. Я хочу жокера, посмотри. Что случилось? Почему ты выбежала из класса? А ты как думаешь? Неужели он и сегодня отморозился? Именно. Он написал, что у него сегодня не получается. Поменялись планы. Вот и гад. Не обижайся. Бля, вот девка некоторым вообще делает на столько дней. Такой херенер страдает. Голову себе подобным забивает, лишь бы пострадать. Желательно при людях, чтобы это все видели. Чтобы подошли такие. Ну, че там? Да ты вообще, да, я тебе сейчас такое расскажу. Я завтра позвоню. Ни почему не получается, никакие планы. Да мне насрать. Алло, алло. А, че, все, что ли? Я бегу, через минуту буду. Тебя подвезти? Нет, спасибо. Мне еще нужно в магазин забежать. Все-таки это, да? Ясно. Ладно, давай. Понятненько. Ну, конечно, айфончики у всех. Че за пафос? Ну, тут по взгляду сразу видно. Но тут он сыграл нормально. Видимо, играет... Типа, пацан. Себя в реальности. Котик. Я все с ней решил. Сегодня идем в кино с тобой. Позже наберу. Сука, а че айфон-то такой старый? Вроде же элитная школа. Богатая семья. Бра-а-а. Вот это драма. У-у-у. Вы видели, как эти двое вцепились во время урока? Да, этот мажор так завелся. Алексея хоть бы что, даже взгляд на него не перевел. Ой, девочки. Чувствует моя женская интуиция, что это далеко не первый конфликт. А вы заметили, как и у Леши большие плечи? Наверное, спортом занимается. О, походу, кто-то запал. Да, это я. Кстати, он идет. Подойди, спроси у него что-нибудь. А что я у него спрошу? Перестань. Не знаю, спроси, есть ли у него телеграм. Давай быстрее ты сейчас подожжу. О, ты осуждаю. А куда ты так спешишь? Да никуда, просто знаешь, время на сцену ресурс не хочу его терять. Нормально, да, так разговор еще? Э, слышь, как вас спешишь. Постой. Что тебе? А у тебя есть телеграм? Ну, а зачем тебе? Ну, у нас там просто общий чат для всех одноклассников. Хотела и тебя добавить. Ну, давай. Один, два, ноль, четыре. Подожди, я запи... Ой, тата учил когда... А у нее есть телеграм? Телеграм. Ля. Подожди, давай потом запишем. Серьезно, да? Она звонит тому, кому я думаю. Ну, а кому же еще? Кому? Бля, что тут за... Буф-буф. Что тут с музыкой? Это басуха лупасит. Просто не могу. Короче, ясно.